Мияхара Кои Тиро – Дети и котята Эта история произошла на холодном, холодном острове Хоккайдо. Утром мороз разрисовал окна причудливыми кружевными узорами, похожими на белые цветы. Кобо и Фукуко все еще лежали в постелях и переглядывались, недовольно морщась. Кобо был миловидным мальчуганом 7 лет, с гладко выбритой головой и розовым, как лепесток розы, кончиком носа. А вот пятилетняя Фукуко была худенькой, белокожей и болезненной девочкой. Солнышко сквозь оконное стекло заглянуло в детскую, словно говоря «Кобо, Фукуко, пора вставать!» Однако дети не торопились подниматься. «Ох, да что же это такое!» – громко сказала няня и вошла в комнату. Совсем заспались. И папа, и мама все уже давно позавтракали. Ну же, вставайте скорее! «Няня, хочу сладкого на завтрак!» Фукуко недовольно засопела. Няня собиралась сказать что-то еще, но тут раздался голос мамы. Она говорила со служанкой. «Отаке, не забудь дать кошке молока! У нее ведь теперь котята!» Услышав, что у кошки появились котята, Кобо и Фукуко сначала переглянулись с улыбками, а затем с криками вскочили и, как были в ночных кимоно, бросились на кухню. «Кошечка родила малышей!» «Кошечка родила малышей!» С воплями они подбежали к печке и окружили коробку из-под мандаринов, в которой спала кошка. От природы у нее были белоснежные лапки и грудка, но измазанные в саже они казались серыми. Светящиеся, подобно фосфору, голубовато-зеленым цветом глаза кошки были приоткрыты. Она смотрела на котят и урчала. Кошка выглядела ужасно усталой. Наверное, она хотела мяукать, но лишь открыла рот. Был слышен только писк котят, копошащихся у ее живота. Кобо и Фукуко смотрели на них, не моргая, и не откликались, сколько бы няня ни звала. «И правда, такие малюсенькие!» Изумленно сказала Фукуко, а потом улыбнулась, как мышки. «Один, два, три...» Посчитал Кобо. «Три котенка!» Мама-кошка по-прежнему урчала. Поначалу Кобо и Фукуко просто смотрели, но затем, не в силах сдержаться, достали малышей из-под бока мамы и начали играть с ними, гладя по мордочкам и теребя маленькие хвостики, а потом, сунув их за пазуху, побежали в гостиную. «Мама, мама!» Кошка родила котяток! В гостиной мама разговаривала с гостем. Увидев, что дети прибежали в ночных кимоно только со сна, она недовольно нахмурилась и строго сказала. «Что за манеры? Ну-ка, скорее идите переодеваться! Нельзя являться в таком виде!» Однако Фукуко и Кобо пропустили это мимо ушей. Положив котят на пол, они с упоением продолжили играть. Котята беспомощно крутили по сторонам слепыми мордочками. Мама-кошка тут же прибежала с кухни и с обеспокоенным видом начала бродить вокруг, хрипло урча, словно поговорила. «Молодой хозяин!» «Юная барышня!» «Не надо мучить малышей!» «Верните их мне!» «Пожалуйста!» Няня, хорошенько отсчитав детей, отправила их в спальню, но едва переодевшись, Кобо и Фукуко бросились обратно на кухню котятам. С их появлением брат с сестрой совершенно забыли о прочих играх. Дети воспринимают собак и кошек не просто как животных, а как равных себе, таких же, как они, люди. Теперь и для Кобо, и для Фуку во всем мире не было ничего лучше этих котят. И даже если кто-нибудь сказал бы им «Отдайте мне котенка, и я вручу вам целую гору сладостей!» Они, несомненно, твердо бы отказали. «Ни за что!» Беспокоясь за котят, дети стали обсуждать их будущее. «Вот как мы сделаем!» Рассудительно, как и подобает старшему брату, произнес Кобо. «Здесь три котенка, так что одного мы оставим у нас, чтобы он, когда вырастет, заботился о своей маме. Второй будет жить на даче. А третьего мы отправим в подвал ловить мышей. В подвале их полно, и это доставляет много хлопот и служанке Такэ, и старику управляющему». Тут Фуку подняла еще один важный вопрос. «Братик, а почему маленькие котята слепые?» Кобо не знал ответа на этот вопрос и забеспокоился. «Да, это странно. Может, кошки тоже бывают слепыми, как и люди? Давай попробуем открыть им глазки». Кобо упорно пытался пальчиками открыть котятам глазки, но безрезультатно, те лишь громко пищали. Устав, Кобо махнул на это рукой и принес им молока. Но малыши лишь беспомощно тыкали в него носиками, так что в итоге все выпила мама-кошка. «Давай сделаем им домики», – предложил Кобо. «Для каждого свой». Притащив четыре коробочки из-под игрушек, деревянные и бумажные, дети соорудили четыре домика и рассадили котят и маму-кошку по отдельности. Но тем это явно не нравилось, они лишь громко мяукали. «Слушай, братик», – вдруг что-то сообразив, Фуку округлила глаза. «Почему у котяток мама есть, а папы нет?» Кобо изумленно переспросил. «Нет папы?» И глубоко задумался. «Да, это правда странно, что нет папы». Кобо и Фукуку долго обсуждали, кто же у котят папа, и в итоге решили, что им будет деревянный конь без хвоста. Он валялся в кладовке на втором этаже с другими старыми игрушками. Дети сразу же принесли сломанную деревянную игрушку и поставили ее рядом с коробками, где были котята. «Сиди здесь и присматривай за маленькими». Чтобы они хорошо себя вели, наказали ему. А незадолго до ужина случилось вот что. Кобо сидел в столовой за низеньким столиком тябудай и рассеянно смотрел перед собой. Там, на столе под лампой, копошился один из котят, водя по сторонам крохотной, слепой мордочкой. Поначалу Кобо просто внимательно следил за ним, но затем, достав из кармана карандаш, начал тыкать котенку в нос. Вдруг перед мальчиком возникло лицо отца. Тот словно вырос из-под земли. «Это еще что?» Сердито воскликнул отец. «Это... это котенок, папа. Что котенок, я и сам вижу. Посмотри лучше, во что ты превратил документы, которые я тут оставил». Кобо изумился. Отец говорил о бумагах и совершенно не обратил внимания на котенка, вместо того, чтобы погладить его со словами «Надо же, какой милый!». Как ожидал Кобо, отец ухватил котенка за шкирку и крикнул слуге управляющему. «Эй, старик, ну-ка, убери отсюда эту гадость!» За ужином тоже случился переполох. Из-под стола вдруг раздался писк. Все, недоумевая, принялись искать его источник и обнаружили, что Фукуку притащило в подоле кимоно одного из котят. «Фуку, ступай отсюда!» Сердито воскликнул отец. «И брось котят в сточную канаву! Я не разрешаю оставлять их дома!» Кобо и Фукуку ужаснулись, ведь котята утонут, оказавшись в сточной канаве, а их бедный отец, деревянный конь, так и будет стоять у пустых коробок, где больше нет малышей. Выходит, они напрасно придумали прекрасный план – одного котенка оставить в доме, второго держать на даче, а третьего в подвале, чтобы тот ловил мышей. Дети затихли и совсем приуныли, готовые разрыдаться. Тем же вечером после ужина к ним неожиданно зашел дядюшка Хёдо, как обычно, в компании большой и лохматый, похожий на медведя-собаки. Едва завидев его, дети подскочили и наперебой заговорили. «Дядюшка, дядюшка!» «Папа сказал нам бросить котят в сточную канаву! Отговорите его, пожалуйста!» «Пожалуйста, дядюшка, не выбрасывайте их!» Захныкала Фуку, повиснув у него на плече. «Хорошо, хорошо! Не плачьте! Я все устрою!» «Теперь все будет хорошо! Но знаешь, все же странно назначать деревянного коня папой котят. Он ведь не живой, а они-то живые!» «Думаю, пусть лучше песик будет их папой! Что думаешь?» Предложил Кобо. Кобо и Фукуко все выжидали удобного момента, чтобы провести собаку на кухню, но он никак не подворачивался. В это время в кабинет отца позвали старика управляющего, и вскоре он вышел оттуда, негромко посмеиваясь, себе под нос. Оказавшись на кухне, он громко вскрикнул. «Ну и аппетиты у этого пса! И хозяин, и я сам удивились!» «Что же он такого съел?» – спросила мама. «Всех трех котят одним махом слопал!» Услышав это, Кобо и Фукуко побледнели. Однако взрослые даже не пытались отругать скверного пса, и лишь дружно смеялись. А дядя, похоже, совершенно забыл о своем обещании, и принялся увлеченно щелкать шашками Го. Однако, когда Фукуко разрыдалась, он повернулся и в утешении сказал. «Ну, ну, если вы будете паиньками, я поколдую и достану котят из живота собачки!» С каких это пор дядюшка стал искусным волшебником? Удивительное дело! Субтитры создавал DimaTorzok